О падении фетишизма и Константинополя Мы можем смело сказать, что практически всем, что сегодня имеет человечество, и хорошим, и плохим, мы обязаны эпохе просвещения. Она подстегнула развитие науки и технический прогресс. Мы смогли детально исследовать мир вокруг себя. Мы посмотрели на нашу планету из космоса, мы залезли в глубочащие морские недра. Вот недавно мы докопались до озера Восток, и надеемся, что через него мы заглянем на миллионы лет в прошлое. Мы также исследовали наш внутренний мир, то есть работу нашего собственного мозга. Мы изучили физиологические основы нашего поведения, и даже нашли нейроны, которые отвечают за истинно религиозное чувство, за сопереживание, зеркальные нейроны. Кроме этого, технический прогресс значительно повысил уровень комфорта в нашей жизни. Правда, для этого нам пришлось замусорить космос, завалить отходами морские недра и замучить наш собственный мозг непрерывной гонкой за успехом. Вообще, комфорт, который нам принес технический прогресс, расслабил человека. Нашу сегодняшнюю эпоху часто описывают как пустую. Говорят, что человечество погрязло в фетишизме потребления, и наслаждается комфортом, и не рождает нового знания. И еще мы слышим о всеобщей клирикализации, которая тормозит науку. А еще непрерывные потоки информации сделали наше мышление клиповым, и мы больше не можем воспринимать информацию систематизированно. В целом, складывается печальное ощущение, что человечество перестало стремиться к познанию истины, к производству нового знания. Но если вспомнить просвещение, то же началось в довольно странных условиях. Все мы помним о темных веках, об инквизиции, о Джордано Бруно, сгоревшем на костре, и других историях. И вот возникает вопрос, так как же посреди всеобщей темноты зародилась тяга к истинному познанию? Размышляя об этом, невозможно переоценить значимость одного исторического события, а именно падение Константинополя в 1453 году. После того, как город был взят ордами турок-османов, многие ученые-греки бежали из Византии в Италию. Они привезли с собой огромные архивы научных книг. И эти книги в Италии открыли потерявшим разум католиков все богатства и глубину греческой науки. В то же самое время, в Германии Гутенберг изобрел наборную типографию, и это позволило издавать и распространять вновь полученные знания огромными тиражами. Падение Константинополя, к тому же, стало концом Восточной Церкви в Европе. Фундамент религии, как основа миропонимания, серьезно пошатнулся, и на его место в головах и сердцах европейцев пришли новые основы – гуманизм, право, жажда познания. После взятия Константинополя, турки закрыли европейцам главный речной путь в Азию – пролив Босфор. Итак, необходимость торговать с азиатскими странами спровоцировала начало эпохи мореплавания и новых географических открытий. Все это стало началом эпохи Возрождения. Пассионарные личности той эпохи изголодались по знаниям и с жадностью бросились посягать истину, отбросив теоцентризм и креационизм, который еще несколько десятилетий назад стоял как монолит. Количество новых научных технологических знаний нарастало. Появилась потребность в их систематизации, чтобы как-то разобраться в этой куче нового материала. В головах ученых-мужей рождалось множество странных проектов, вроде энциклопедий, в которых должно было уложиться в схемы все научное знание. Так как существовала потребность в переработке, проверке и обобщении знаний, на этой волне возникли новые научные методы – империзм, редукционизм, рационализм. Это уже была эпоха просвещения, которая вспыхнула в Англии и мгновенно перекинулась на Францию, а затем на Германию. Казалось, человек наконец-то силой своего собственного знания и стремления к организации материи сможет построить рай на Земле. Наука на службе у человечества. Идеальные законы общественного устройства. О, сколько утопий родилось на эту тему. Возросший объем технических знаний уже сложно было сохранять и передавать как раньше, от мастера к ученику. Для этих целей стало зарождаться инженерное образование. Начался бурный расцвет техники. Оказалось, что новые технологии могут частично заменять человеческий труд при производстве товара. Машины надежнее, могут заработать круглые сутки, и эффективность труда значительно возросла. Так появились первые цеховые производства. Сначала в городах Италии, затем Голландии, Англии, Франции, России. А массовое производство зародило основы капитализма, совершенно нового типа экономических отношений, который поменял наше общество до самых его основ. Интересно, что одним из первых были изобретены ткацкие станки. То есть можно сказать, что весь капитализм вырос из производства шмоток. И вот технологический прогресс стал приносить в нашу жизнь побольше комфорта. Люди радовались, получая все новые удобные штуковины, капиталисты зарабатывая миллионы. Капитализм принес новые стимулы, ввел новые законы человеческих отношений, новую мораль, политику. Капитализм определил, что такое хорошо и что такое плохо. И в этих новых условиях всеобщий подъем и интерес к науке пошел на убыль. Развитие продолжалось в основном только в областях, которые работали на нужды промышленных предприятий. Итак, вся идея, весь безграничный разум общества, все веками накопленные знания направились на удовлетворение повседневных потребностей человека. Приходится констатировать, что после 50-го года было сделано не так уж много стоящих фундаментальных научных открытий. Вы можете возразить, сказав, что у нас появились все эти компьютеры, интернет. Мы можем поговорить с другом, находящим за тысячу миль так, как будто он сидит в нашей гостиной. Но научные основы производства всех современных гаджетов тоже были заложены в довоенное время. Должно было только пройти немного времени, чтобы появилась возможность производить их и продавать по доступным ценам. К тому же, как мы знаем из учебников по экономике, чтобы нормально функционировать, капитализм должен постоянно расширяться, открывая новые рынки сбыта, поглощая ресурсы земли и оставляя после себя чудовищные горы отходов. А теория систем говорит нам, что у любой системы есть пределы. И иногда они подкрадываются так неожиданно, что никто не успевает сообразить, что же произошло, почему всеобщее благоденствие окончилось экологической катастрофой. Легко провести параллель между темными застойными временами Европы до возрождения и нашей эпохой, у которой есть своя религия, потребление, свои церкви, ритуалы и так далее. Но сегодня технологии переводят распространение информации на качественно новый уровень. Как и станок Гутенберга и первой энциклопедии, интернет играет колоссальную роль в организации и преобразовании знаний. Каждый может многовенно получить доступ к необъятным международным библиотекам и энциклопедиям, к сумме всех человеческих знаний. Каждый может дополнить эту всемирную копилку, и этот процесс не имеет центрального управления, не зависит от политической воли, он происходит независимо от нас. На наших глаждах рождается новая экономика, экономика знания, и она имеет все шансы на то, чтобы стать началом падения фетишизма потребления и эпохой возрождения познания, за которым придет просвещение 2.0. Продолжение следует...